А вот еще одна история. Почему Петр Первый – медный всадник? Медный всадник – это поэма известного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, в которой описывается наводнение в Петербурге в 1824 году. По сюжету петербургский чиновник по имени Евгений теряет возлюбленную парашу. Ее дом снесло наводнение. Евгений не пережил этот сильный удар и обезумел от горя. Однажды он проходил мимо конного памятника Петру Первому и сказал ему несколько обвинительных слов. Позже Евгению почудилось, что медный всадник разгневался на него за это и погнался за ним на своем бронзовом коне. Вскоре главный герой умер. Медным всадником Пушкин метафорично назвал бронзовый памятник Петру Первому, который создал французский скульптор Этьен Фальконе по приказу императрицы Екатерины Второй. Голову для памятника сделал другой воятель, ученица Фальконе Марии Анна Кало. Ей удалось создать голову, которая была признана лучшим из всех предложенных Екатерине вариантов. Особенностью творения Кало стало то, что зрачки Петра были выполнены в форме сердечек. Из воспоминаний современников было очевидно, что юная Кало была влюблена в Фальконе, а глаза сердечки были своеобразным признанием в чувствах к своему учителю. За работу над статуей Петра Кало была принята в члены Российской академии художеств и по указу Екатерины Второй ей была назначена пожизненная пенсия в 10 тысяч ливров. Открытие медного всадника произошло в 1782 году. На камне, лежащем в его основании, написано Петру Первому, Екатерина Вторая. После того, как поэма Пушкина увидела свет, за памятником закрепилось это название.